Доброе утречко! Как видите, у нас солнышко. Вон у меня плечо освещается солнцем из окна. И настроение сразу хорошее. Не знаю, почему у меня такая зависимость. Или потому что я вообще легко отхожу от всяких своих грустных мыслей и состояний. Вчера ничего не снимала, потому что проходила еще массу всяких анализов. Не все из них оказались плохими. Некоторые даже вполне нормальные для моего возраста. И я уже забыла про свою грусть-тоску. Думаю, ну, на самом-то деле, а чего там? Все мы болеем. Так что хочется радоваться жизни опять. Я понимаю, насколько она, возможно, вот такая может оказаться и не длинная, собственно говоря. Поэтому не могу грустить больше. Сегодня такой хороший день. Пойду гулять, беру вас с собой. Просто буду радоваться жизни, солнышку. Свежему воздуху, хорошей погоде. Всяким таким маленьким вещам. Как всегда, Мушенция с вами здоровается. Она остается дома. Наверное, будет очень скользко, потому что вчера как-то так капал дождик. К вечеру уже, когда я возвращалась из поликлиники, было темно и очень скользко. Никто ничем ничего не посыпал. Вроде у нас и неплохо работают дворники, но иногда, наверное, тоже лень лишний раз выйти и что-то сделать. Поэтому, наверное, у нас много всяких будет сейчас в травматологии переломанных ног. Поэтому буду ходить сегодня очень осторожно, медленно. Будет наверняка скользко. Мушенция. Ах ты моя девушечка. Ах ты моя хорошая. Накормила всех своих зверей, полила цветы. Опять вчера занималась перестановкой. Что-то мне захотелось в доме немножко подвигать мебель. Мебель особенно тут не подвигаешь. Максимум пару столиков сдвинуть куда-то. Но спина теперь болит. Да, Муха, пойдем покупать какие-нибудь таблетки от спины или чем-нибудь намажем ее. И будем ходить и нагуливать всякие шажки. Все, Муха, пока. Прощаюсь с тобой. На несколько часов оставлю тебя одну. Не грусти. Вот он какой сегодняшний денек замечательный. Прямо весенний какой-то. На дороге лужи. Так что, наверное, все-таки температура ближе к плюсу, чем к минусу. А где-то лед. В общем, ощущение весны. Практически скоро у нас крещенские. Все эти праздники. И, соответственно, морозы должны быть крещенские. А тут не дождетесь, называется. Я помню, как синоптики нас пугали. Какими-то ужасными морозами в эту зиму. Катаклизмами морозными. Мы все должны были замерзнуть. Где? Где все это? Такое ощущение, что сегодня день будет такой, когда все получается быстро и легко. Вот есть какое-то у каждого дня свое настроение и состояние. Иногда все действительно легко, без проблем. Иногда через пень-колоду любая мелочь происходит. Но сегодня день хороший. Как всегда, жду трамвайчика, чтобы поехать в Эмонту. Но теперь это можно сделать и на автобусе. Перенесли остановку и теперь и трамвай, и автобусы останавливаются в одном и том же месте. На трамвайных путях. Как интересно. Почему? Непонятно. Может, ремонт дороги будет? Раньше остановка была вот здесь, автобусная напротив. А теперь вот здесь. Хочу съездить на улицу Клейс до магазинчик белорусской косметики. Присмотреть еще кое-что. Очень понравились зубные пасты. Замечательные крема, которые я взяла. Гляну, что там еще есть хорошего. Ну и заодно это повод для прогулки. Мы уже опять в Эмонте. Чем она мне нравится? Тем, что вот здесь, например, такие достаточно широкие улицы, проспекты. Даже хочется их назвать. А так у нас Рига. Такая скучная, тесненькая. Улочки маленькие. Все очень близко друг от друга. А здесь ведь какую-то простору есть. Старая машинка Жигули. Варитет. Как будто вернулась лет на 40 назад. Раз все же машинка напомнила о каких-то временах прежних, давайте-ка предложим несколько фото, как этот район выглядел, когда он только строился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Попробовать, наверное, стоит. Недорогие парфюмы. Скоро они их буду снимать и рассказывать. Одни из лучших это Лариф, польская фирма. Туалетная вода Кобра. Кто помнит, как она пахнет? Что-то очень ядреное. Классные фляжки. Цветочки, цветочки искусственные. Много всяких кружечек. Какие интересные подарочные комплекты различные. Цены такие приемлемые. А, еще одни фляжки. Стаканчики в подстаканниках. Какая прелесть. День просто чудесный. Он такой спокойный, мягкий. Не знаю, какие еще подобрать ему определения. Но гулять одно удовольствие. Только очень скользко. Везде лед, нигде дорожки не посыпаны, не почищены. Здесь куча воронов черных. Гуляют за забором. Вот такие дворики в Монте. Пятиэтажки, девятиэтажки. Где-то там в отдалении очень высокие дома. Но их мало. Прошло всего два часа. Посмотрите, как уже погода испортилась. Вот такая она у нас. Скоротечная, непостоянная. Опять пасмурная. Опять облака. И все серо. Немножко еще гуляю пешком. Но уже в направлении своего дома. Пользуюсь тем, что время до следующего трамвайчика. Десять минут. И решила одну остановку прогуляться. Всем, кто живет в Монте, это очень знакомые места. Вот дом культуры. Высотки. Вот он, первый трамвайчик. Длинный, просто как электропоезд какой-нибудь. Что может быть лучше, когда тебя дома встречает? Такая вот мушенция. Привет, мушенция. Как ты тут одна? Не скучала? А наверняка спала. Ну все, теперь буду вместе с тобой. Никуда не пойду. Сделай тушканчик, муха. Тушканчик, мушеный тушканчик. Вот такие ему лапоньки. Лапонька. Лапонька. Ну и как всегда, я дома. Заключительное слово. После прогулки. Прогулка была, кстати говоря, отличная. Зашла на почту, получила очередную посылку с Алиэкспресса. Но это оказалась такая странная вещь. Даже я бы сказала, для кого-то непонятная, ненужная, непрактичная. Но, привет, мушенция. Пришла сюда. Ну иди сюда. Мы с мушенцией посидим немножко. Потому что она не хочет со мной расставаться. Она прямо вот жаждет тут где-то рядышком находиться. Получила такие вот штучки. Объясняю, это резиночки с какими-то защипами на простыне. Если они у вас скользят. Кому-то это нравится, что они скользят. Кому-то не нравится. Сейчас самые разнообразные есть варианты. Ну, в общем, короче, не знаю зачем. Меня попросили заказать. Я заказала. Надеюсь, пригодится тому, кто просил. Вот. Стоят они не так уж и дорого. Но, наверное, ссылку не буду оставлять. Потому что это непонятно вообще. Кому может пригодиться, но кому-то может. Что еще хочу показать? Наверное, покажу три аромата от Avon, которые тоже ко мне пришли. Потому что не знаю, куда их еще приткнуть в какое видео. А заодно это будет как бы заказ с Avon. Сейчас я их тут достану. Муха, ты мне будешь очень мешать. Но мне не хочется ее отпускать. Ай, давай, сиди уж как-нибудь. Несмотря на то, что я Avon размусорила. И до конца это не получилось. Потому что если бы я жила не в Латвии, а в России, наверняка бы я смогла бы многим кому отдать, отправить. Но у нас невозможно ничего отправить. Только девочки, которые у нас в Риге в Латвии, кое-что у меня взяли. Поэтому меня просили показать, что осталось. Осталось очень много. И раз оно осталось, я решила, ну ладно, буду добавлять время от времени, если что-то будет попадаться. Такое, что мне понравится. И вот в каталоге, на вот этих страничках, которые можно немножко там потрогать, понравился вот такой аромат. Аттитуда. Потому что он прохладный такой, фиалковый какой-то. Не помню, что там было в составе. Ну, он красивый. Он и капельку сладкий, и не сладкий. И вот какой-то фиалковый для меня он почему-то. Или ирисовый, может быть. Вот какие-то такие ароматы. Мне напрашивается, что они тут есть. Наверное, они тут есть. Но он не очень стойкий на мне. Мне кажется, что даже вообще слетает очень-очень быстро. Но он только пришел, и я, собственно, не успела его как следует распробовать. Может быть, это все вранье. Правда, муха на самом деле стойкий. Взяла аромат вот такой вот Rare Gold. Так, наверное, читается. Когда-то он у меня был, я от него благополучно избавилась. Потому что в то время мне казалось, что все должно пахнуть нежно, прелестно. И до ароматов такого уровня я тогда еще не доросла. Сейчас я доросла, потому что это безумно красивый, цветочный, яркий аромат, в основе которого флердоранж, насколько я помню. Его здесь много. Кто хочет знать, как пахнет флердоранж, вам сюда. Немножко там, по-моему, даже есть альдегиды. То есть он такой капелечку ретро. Но сейчас он для меня совершенно другой, нежели был там, скажем, 3-4 года назад, когда я его первый раз попробовала. Он, может быть, потому что сейчас холодное время года. И кажется, что он такой невероятно громкий, звонкий. Но когда вот такая погода, громкие звонки, это, в принципе, и неплохо громкие звонки. Согласитесь. И цветочный такой яркий взрыв просто. Мушенца, тебе тут неудобно и мне тяжело. Давай ты пойдешь погуляешь немножко, да? Мы уже тебя все видели, мы уже тебя все любим. Ну, не скрипи. Все, иди погуляй. Вот. Вот так вот поправлю немножко украшения. Хочется, чтобы его тоже было видно. Она возмущается, что я ее садила вниз. Ну, вот так, пускай висит. А то его иначе не видно. А так намного интереснее. Вот. Итак. Очень красивый флердоранж. На самом деле, настолько насыщенный, что кажется, уже больше невозможно насытить аромат. И сумасшедшего, восхитительно. Я не знаю, как я его не оценила раньше. Вот так вот бывает, что у тебя сначала одно восприятие, потом оно со временем меняется. И поэтому все эти идеи о расхламлении парфюмерного гардероба, наверное, полная глупость. Потому что, как только расхламишь, а через год оно тебе надо, а его уже нету. Или что-нибудь в этом роде. К счастью, вот этот аромат у нас в каталогах есть. Есть там следующий, который перламутровый такой, Perl. Я его, наверное, тоже возьму. Потому что я помню, что и от него я тогда тоже почему-то отказалась. Мне он тоже показался каким-то не таким. Что со мной не так? Со мной что-то не так. Исключительно красивый, интересный аромат. Потрясающе. Мне кажется, там достаточно капельки, и за вами будет шлейф какой-то километровый совершенно. И он такой, конечно, аромат взрослой женщины. Такой, хочется сказать, в мехах, дорого и богато одетый. Потому что он вот такой. Новиночка. Будет только в следующем каталоге. Но, как всегда, можно взять заранее. Сейчас там идет вот эта серия, ЭВЭ. И вот этот такой зелененький. До этого был какой-то розовенький, желтенький. Что-то такое. Что-то из этого у меня, по-моему, даже есть. Но этот, конечно, не оставил равнодушный. Почему? Во-первых, ну, потому что флакончик. Посмотрите, какой флакончик. Ну, все. Я пропала, увидев такую красоту. На мне вообще очень хорошо делать какой-то это самый бизнес. Главное сделать красивый флакон. И я куплю все, что угодно. Хоть туда уксус налейте какой-нибудь. Я все равно его куплю. Потому что, ну, какая красота. Он весь граненый. И из-за того, что цвет у него такой нежный, зеленоватый, он напоминает какой-то волшебный кристалл. Изумительно. А запах очень приятный. Он свежий, зеленоватый, такой водянистый. Он может, конечно, напоминать все, что угодно. Потому что таких ароматов множество. Но, кстати, довольно-таки стойкий, между прочим. Вполне возможно, я вот опять состав не взяла посмотреть. Вполне возможно, там есть какой-то такой фруктик цитрусовый. А может быть, и есть немножко груши какой-то. Но я могу строить только догадки. Главное направление у него все-таки такое зеленовато. Такое вот свежее. В общем-то, не сладкие. Но если сладкие, то самую малость. Вот такая интересная новиночка. В общем, мне понравилась. Прелесть какая. И если уже о зеленых ароматах. Об этом аромате, конечно, надо было бы рассказывать отдельно. Потому что он относится к тем самым бюджетным ароматам. Марка вот такая. У меня еще один есть. Мне надо найти. Но этот просто вот стоял, попался. И что называется, в тему. Потому что он тоже невероятно зеленый. Не зря здесь нарисован лес. На сайтах он стоит... Я даже сейчас не скажу. Возможно, в районе 4 евро. В магазинах 5 евро. Ну, в общем, какая-то марка. Дези, Рабле. И написано, что это парфюм. И мне иногда хочется находить какие-то интересные вещи среди вот чего-то такого бюджетного. Потому что, ну, какая проблема найти шикарный аромат среди ниш или люкса. Пошел, были бы лишь бы деньги. Купил и радуйся. Потому что их множество. А вот что-то найти такое... Сейчас я как-то тут вскрою этот... Вскрыла. Что-то найти интересное, необычное среди вообще копеечных ароматов. Это надо еще уметь. Это как в секунде. Пошел и нашел. Какого-нибудь там сейчас нанесу. И думаю, что зря я это сделала. Потому что я когда-то им тоже пользовалась. И, по-моему, тоже отдала. Потому что мне он тогда показался чересчур. Он не чересчур. Он, кстати говоря, где-то очень даже похож. Почему, наверное, у меня такая вот сейчас ассоциация. Тоже насыщенный. И такой зеленый-зеленый. Вот как будто бы взяли просто... Кучу, охапку какой-то травы, зелени, веток и перемололи на мясорубке. И когда все это перемалывается, вот всегда такой аромат сильный очень. Конечно, очень сильный аромат. Но он приятный. Он такой зеленый-призеленый. Надо будет почитать, что у него там в составе. Здесь ничего не написано. Наверное, когда буду рассказывать о бюджетных ароматах, еще раз о нем расскажу. Потому как мне нравится эта зелень. То ли потому, что сейчас зима, и ее не хватает. Может быть, летом мне будет неинтересно, потому что и так вокруг будет множество красивых ароматов. Но вот этот просто чем-то зацепил. И я подумала, что надо, надо обязательно. Ладно, я могу болтать с вами просто бесконечно. Когда у меня хорошее настроение, я просто болтушка. И эта мушинца нашла свою пищающую игрушку и этим дает понять, что она хочет с этой игрушкой поиграть. Поэтому вот все. Нужно отключаться. Всего хорошего. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok